Итак, друзья, водонепроницаемый чехол Blitzwolf для вашего смартфона. То, что у нас уже была распаковка, сейчас у нас будет тест. Снимаю прямо в аквапарке. Сейчас мы это все затестируем. Итак, в упаковке у нас идет инструкция Blitzwolf. Есть ремешок на шею, также все с логотипами. И сам чехол. Ссылка на него, кстати, будет в описании под видео. Там все можете посмотреть и цены, и заказать себе. Вот так он выглядит. Все также с логотипами. Здесь у нас имеются защелки. Две. С этой стороны одна и с этой. Так, вставляем сейчас смартфон и будем нырять, будем снимать под водой. Потому что мне писали в распаковке, что тач реагирует на воду в этом чехле и снимать невозможно. Но мы это проверим. В моем случае это будет iPhone. Так, вставляем iPhone. Зашел отлично. Защелкиваем, выпускаем отсюда воздух. Это все по инструкции. Закрываем раз, раз. И получается наш телефон внутри кейса. Ну что, друзья, идем поснимаем. Сейчас все посмотрим. Кстати, телефон у нас реагирует на экран. Как видите, все можем листать. Все работает. Вот, сейчас покажу вам. Вот бассейн. Вот. Это река. Такая у нас... А это у нас сам аквапарк. Сейчас мы там и поныряем. Короче, ребят, решил... Вот попал на дайвинг. Решил вам сейчас заснять подводную съемку. Снимаю на S8 в нашем аквачехле. Сейчас посмотрите, как он снимает под водой. Чехол засчетный, сразу скажу. На воду не реагирует. Можете смело покупать, но сами сейчас все зацените. Итак, одеваю маску, трубку и погружаемся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, я думаю, вы заценили. Короче, штука зачетная. Чехол за эти деньги себя оправдывает. Ссылка под видео. Можете смело покупать. Ну а я поплыл дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok